Дорогие мои друзья, всех рад приветствовать на канале Республика. Кто из вас когда-то бывал в Красноярском крае, в частности в историческом музее Шушенское, где в свое время ссылку отбывал Владимир Ильич, вы, наверное, знали и бывали. Вон где вон тот столб стоит, там такая надпись, что в таком-то, таком-то году здесь, в этих краях, бывал Владимир Ильич Ленин. Друзья мои, раньше это была абсолютно такая пустынная площадка, стоял только один вот этот столб. А теперь смотрите, как все здесь сделано. Сделали такую площадочку, сейчас нахожусь на территории Красноярского края и по пути в Туву много раз мимо проезжал. Вот смотрите, как они здесь все благоустроили. Соответственно, появился вот такой павильон. Тут, скорее всего, будет что-то, наверное, продавать из фастфуда или сувениры, я не знаю. Камеры здесь везде, освещение. Погода сегодня достаточно пасмурная, посмотрите на это небо. Оно очень изменчивое. То есть вот так здесь, в принципе, все сделано. Думаю, дай-ка я заеду, потому что здесь раньше был такой, знаете, ничем не примечательный участок земли. А сейчас смотрите, брусчаточка. Все вот так вот сделано, евро. Вот смотрите, давайте даже пройдусь вот так. Так, ветерок такой достаточно сильный. То есть всем тем, кто когда-нибудь будет ехать в сторону Шушенского, вот именно музей, соответственно, инфраструктурно они немножко подтягиваются. Я не знаю, что это решение администрации Шушенского района, где находится этот объект, или в Красноярском крае в целом. На краевом уровне это все принято. Но вот в данный момент поднимаюсь по ступенькам, стараюсь ближе к камере говорить, поскольку ветер. Видите, как тут все благоустраивают? Вот такие светильники. Вот, ну, смотрится достаточно интересно. из дерева, все такое свеженькое, так все пахнет. Вот. Здесь, соответственно, они делают вот такие насаждения. Все прикрыто для того, чтобы, видимо, быстрее росло. Вот, ветер сильный, стараюсь рукой прикрывать. Вот. Сверху это смотрится вот так. Пройду-ка я до конца. То есть, это информация для тех, вот такие дорожечки. Информация для тех, кто никогда здесь не был. Вот. Это Красноярский край. Смотрите, как все благоустроено. Очень все это интересно. Молодцы. Вообще круто. Конечно же, дорогие друзья, они оставили сейчас в музее Шушенском определенную часть вот этой экспозиции, если можно так сказать, посвященную ссылке Ленина, как он здесь ее отбывал, да. Но все-таки делают они уже власти в современном этапе такой исторический экскурс, такой вот, знаете, с упором на то, как раньше жили люди. Вот. Мало уделяется внимания именно самой ссылке, ее какому-то историческому значению. Вот, смотрите, ветрено, ветрено, сильно ветрено, друзья. Я понимаю, что приходится кричать, вы уж меня простите. Вот камеры. И общий вид. До Санкт-Петербурга 5 924 версты здесь написано, кто не бывал. Владимир Ильич Ленин, следуя по сибирскому ссылку из Петербурга в Шушенское, находился в пути 81 день. Пока нечаянно попало. Ну вот, вот он такой. Раньше здесь ни брусчатки не было, ничего. То есть было просто чисто поле. Прекрасные виды, друзья. Шушенское, вон в той стороне, там уже видны ергаки, горы, саяны. Вон вдалеке. Видите, да? Вон там они. Дождик начинается, это не к добру. Вот такая площадка. Здесь можно посидеть. Да, вид обалденный, друзья. Согласитесь? Красиво. Ну, молодцы. Надо об этом как-то побольше узнать. Красота. Красота. Вон там где-то дожди льют вовсю. Вот Владимир Ильич здесь отбывал свою ссылку. И 81 день. О! Там даже я молнию не успел заснять. Эх, жалко. Только что сверкнуло. Достаточно так ярко. Так что, друзья, вот такая красота. Несмотря на то, что погода очень переменчива. Ну и вот за то, что они сделали. Вот за этот объект. Большой респект. Молодцы. Классно смотрится, классно. Ладненько. Но, как говорится, себя в кадр не поставишь. И не прижаливаешь. Так что, вот такие вот, друзья, у нас дела. Приезжайте в музей. Шушенская, кто у нас ни разу не был. Действительно, очень интересно. Увидите быт. Как жил Владимир Ильич. Как тогда простые люди жили, в принципе. Но я поехал дальше. Не болейте. Всем добра. И еще обязательно увидимся.